Девочки, мальчики, всем доброго дня! Это я, с вами Ксюша Че. Сегодня я хочу с вами поговорить о питьевом режиме. Так как многие блогеры уже об этом вели разговор и высказали свое мнение, я подумала, почему бы и нет, нужно и мне внести в эту свою лепту, в этот вопрос. У многих создается вопрос, сколько пить, когда пить. И вообще, вредна ли вода или полезна она. Но мое мнение такое. Когда я легла в институт питания и была веса очень большая, крупная была, то, естественно, я пила, как мне врач сказал, что пить нужно от 3-3,5 воды в день. Но это вместе со всеми чаями, супами, кефиром и оставшимся водичкой, которая существует вообще. Это все вместе, не только чистая вода. Как известно, когда вы занимаетесь спортом, ходите, плаваете, еще что-то там вы делаете, в общем, обязательно нужно пить воду. Вода очень хорошо выгоняет жир. Как бы с фото она очень хорошо выходит. Значит, и я, конечно, рекомендациям этим всем... Опять солнце. Я этим всем рекомендациям... Я все выполняла. И вы знаете, получился, правда, очень хороший результат, когда я пила много воды. Но это при весе 150 килограмм. И при том, еще что у меня все хорошо с почками. Вы тоже это не забывайте, потому что здоровье важнее. Значит, когда я легла уже в последний раз в институт, то мне врач сказал, что 2 литров мне будет достаточно. Это я уже была, когда я легла в институт, 80 килограмм я была. 2 литров, это значит 1 литр чистой воды. Чистой. И литр, допустим, супы, чаи, ну как обычно, там кофе люди пьют, там соки, может быть, какие-нибудь с утра. Вот это литр, значит, не чистой воды. Как правильно сказать. Так что я считаю, что, конечно, воду нужно пить обязательно. Вода, она нужна. Потому что мы без нее никак. А то, что если вам здоровье не позволяет, то, естественно, пить ее много нельзя. Это 100%. Но это, опять же, мое мнение. И мнение специалистов, которые меня консультируют и наблюдают меня. Потому что, ну, как сказать, у всех, вообще, вот почитав в интернете, в ютюбе, у всех мнение вообще расходится. Кто-то говорит, что надо голодать на сухую. Кто-то говорит, что надо пить много. Одна женщина мне написала, что, типа, я очень много пью таблеток, как же мне без воды. Ну, конечно, если вы пьете много таблеток, естественно, таблетки нужно запивать. И это нормально, и это норма. Без этого никак. Но без воды, конечно, я считаю, что нельзя. Кто-то говорит, что наоборот, от воды полнеют и опухают. Ну, конечно, если у вас, ну, как бы, вы нездоровый человек в плане почек, то, конечно, вы будете опухать, и вы будете отдуваться. И у вас будет пребывать вода, и, естественно, лишние килограммы. Что еще хотела сказать? Говорю всегда, говорю всегда своими словами, так как научно говорить не умею. Ну, я даже и не хочу. Вот эти заученные фразы, я думаю, что они никому не нужны. А нужно, я считаю, что нужно всегда говорить от души, от сердца, ну, как ты считаешь нужным. Как я помню, раньше в школе нас учили самим строить предложения, чтобы сами формулировали мысль, а не то, что написано в книге. Я считаю, что это правильно. Думаю, что до людей будет лучше доходить простые мысли, чем научных людей. Ну, книжки – это одно, а живые люди – это другое. Пардон. Хочу сказать одно, что никого не призываю делать так, как я, потому что у всех организм разный. И каждый обязательно должен сходить к своему врачу, к эндокринологу, к диетологу. И обязательно спросить, как же ему быть насчет питьевого режима и сколько воды нужно ему выпивать. Нужно обязательно обследоваться, так как вы не знаете свой организм, вы не знаете, сколько же он может выдержать. Хочу вам сказать, чтобы вы не экспериментировали на своем здоровье, потому что это потом внесут большие-большие последствия. Помните об этом, что нужно ходить к доктору хотя бы раз в год, а лучше раз в полгода. Но никому не навязывая свое мнение, честно, рассказала свой личный опыт, как я пью воду и сколько ее употребляю. Мне в этом питьевом режиме очень хорошо. Я себя не нагружаю. Я себя чувствую великолепно. Я не заставляю себя пить, сидеть и смотреть на часы, когда нужно ее выпить. Я пью в основном сейчас, сейчас в моем случае, я пью ее, когда я хочу ее действительно пить. Когда я была в большом весе, то, естественно, я пила, когда я ходила, когда я была в движении. Это очень важно, потому что правда, вся вода, весь жир выходит, когда вы занимаетесь спортом. Это правда. Надеюсь, я донесла свою мысль до вас. И вы меня прислушайтесь. Ну, прислушайтесь. Не будете делать так, как я. А просто прислушайтесь. И сходите к доктору. И узнаете, как же вам быть. Конечно, сколько докторов, столько и менее. Но я думаю, что вы обязательно найдете свой способ. И то, что вам очень-очень подойдет. Я на это очень надеюсь. Нынче прекрасная осень. Вы просто не представляете. Это просто что-то с чем-то. Она нас так радует. Потому что практически каждый день солнце. Это кайф. Вообще кайф. Я не знаю, какая будет зима. Но зима, говорят, что будет не очень суровая. Я на это надеюсь. И я надеюсь на то, что будет очень много снега. И он будет нас радовать, сверкать. Искрить на лучах солнца. Я очень люблю, когда снег падает хлопьями. Идешь вечером. И под фонарями вот это все блестит. Излучает. Прям такая радость. В общем, надеюсь, что все вам высказала. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите. Всем прекрасного настроения. Всем прекрасного дня. И всего доброго. В общем, мы кайфуем. Все. Пока-пока. Воду обязательно пить. Я не ем супы, но воду пью. Из-за этого у меня не болит желудок.